Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 марта и как всегда наши традиционные утренние дискуссии. Сейчас отвечу на вопросы, которые присылают мои зрители на канале YouTube, потому что весной вопросов очень много и ответы люди хотят получить именно сейчас, а не через месяц. Вот Марина Ильина пишет. Оля, вы озвучивайте, пожалуйста, температуру погоды, чтобы ориентироваться нам так, как разница по погоде у всех разная. Это вот к видео обзор рассады 6 марта, что я выношу уже в теплицу. Хорошо я это учту и каждый раз, когда буду в теплице или где-то показывать, буду говорить, какая у нас погода. Вот очень такой большой-большой комментарий. Смотрите, видите, сколько текста. Я читать его, конечно, весь не буду. В формате наших вот таких вот видеороликов ответ вопрос это невозможно. Но кого интересует, вот к видеоролику, если гибнет рассада после пикировки, написала, ну тут Елебру, по-моему, даже не российский зритель, написала вот про это, что про свет, про проветривание. Вот кто начинающий, прочитайте, пожалуйста, вам это будет полезно. В конце она написала, что поэтому подстраиваться нужно под растением. Если растение растет отлично, значит делаете все правильно, растет плохо, значит чего-то не хватает. Но это и так все знают, что если с растением что-то не так, значит что-то ему не хватает. Но иногда очень сложно не только начинающим, но и опытным определить, чего именно ему не хватает. Я говорю, что многие путают, когда растение вытягивается, бледное, тонкое, думают, что не хватает подкормки. А оказывается им просто сильно жарко или не хватает света. Ну вот путаются люди, конечно, все это приходит с годами. Я вот не расстраиваюсь, я вчера показывала, у меня вытянувшаяся рассада. Я не переживаю, я знаю, что буду пикировать ее, заглублю по ушке и она обрастет корнями. Это даже хорошо, что у нее вот этот будет длинненький, больше будет корней. Но некоторые новички, видя вот эти тоненькие свои ниточки, они приходят в ужас. Почему у меня такая тонкая рассада? Почему что не так? Начинают ее закармливать. Я бы всем советовала, лучше не трогайте. Вот есть она у вас тоненькая-тоненькая, есть это характеристики сорта. Не трогайте, пусть она после пикировки, когда уже начнет вытягиваться, да, другое. А до пикировки пусть она хоть немножко свое детство проведет в естественных условиях. Вот Наталья Иванова к видео, как подписывать томаты, пишет, а я сажаю по алфавиту, мне так удобно. Я вот ей ответила, может, удобно, но я стараюсь подбирать по росту. Все высокие в последнем руду, а короткие в первом. Потому что если высаживать по алфавиту, то получится какой-то индетерминантный высокий, какой-то детерминантный рядом низкий. И получится ряд вот так вот ступеньками. А я в прошлом году говорила, что я соблюдаю вот эту возрастную очередность, что в первом ряду с юга у меня низкие, потом средние, потом высокие. Чтобы они не загораживали свет друг другу. Но это весной я все буду еще раз рассказывать. Почему-то некоторые говорят, что прошлогодние видео не могут найти. Спрашивают про видеообзоры летних сортов. Я не знаю, вот кто давно у меня на канале, все они находят, все смотрят. Я с той стороны канала ни разу же не была у себя. Я не знаю, как там вообще все это выглядит, но все лежит на канале. Так, вот пишет Валентина Гацинюк. Сразу видно, что она, наверное, добавилась у нас недавно, потому что вопрос подразумевает такое, что... Хочу спросить, между рядами у вас мокрые, вы дорожки поливаете или брызгаете? Почему мокрые томаты поливаете в лунки? Я в прошлом году и в позапрошлом году рассказывала, что из-за того, что у меня очень большое вот это томатное поле, их много, я ни в лунки никак не поливаю. Ставлю просто вот эту вот такую, как палку или трубу, вставляю вот эту брызгалку автоматическую, включаю, и она разбрызгивает, поливает все подряд. И дорожки, и помидоры, и проходы, и все. Я в прошлогоднем видео уже объясняла, сейчас не буду в это вдаваться, потому что сейчас не сезон, это не очень важно. Но я объясняла, что я нарушаю правила, да, потому что везде рекомендуется, что они по листьям не любят полив, не любят они холодный полив. Но так как у меня нет условий, нет столько теплой воды, и я не могу каждой помидорке в бедре поднести теплую воду в луночку, если у меня их две тысячи. Они у меня с самого детства привыкают к холодной воде, к автоматическому поливу. Но они уже смирились, сибиряки, они все это выдерживают и растут прекрасно. И вот я уже рассказывала, что иногда нарушая правила, все рекомендации специалистов, мы получаем не худшие результаты, а иногда даже лучшие, потому что это очень экономит время. Я не трясусь над каждой помидоркой, не подогреваю ей воду, столько воды подогреть невозможно. Ни в лунку не поливаю, потому что, чтобы в лунку полить, это надо к каждой подойти наклониться. У меня уже по моим возрастным показателям, я не могу это делать, таскать лейку, капельного полива у нас тоже так, не обтянешь весь огород капельным поливом, потому что у меня в каждых закутках там везде сплошной полив делаю холодной водой. Ну вот пишет та же девушка, которая давала большой комментарий, с томатами никогда потерь не было, они прихотливы, а вот питунья земляника нередко погибает после пикировки, поэтому растюхи стараюсь пересаживать уже покрупнее, у мелких переживаемость ниже, а у подросших 100%. Я не знаю, я питунью люблю и маленькую пересаживать, прям с двумя семидольками, вот сейчас с пеленки буду рассаживать, я вам покажу. Она, конечно, долго сидит там, но она потом догоняет все равно. Так, ну тут я не поняла вообще вопрос, теплица стоит с юга на север, и я как-то садила одинаковые потом сорта и дэнт. Все, и на этом все. Это вопрос или просто сообщение. Вот пишет Маргарита Соколова, видео найти почему-то сложно, заходишь на канал и не видишь прошлых видео. Ну вообще, видео по плейлистам, вот, например, прошлогодние, видеообзоры летних томатов, это один плейлист. Выращивание рассады, это другой плейлист. И там, наверное, надо как-то находить тему, которая тебя интересует. Вообще, если честно, я не знаю, как люди находят, но находят. Вот Татьяна Ковалева, очень важный вопрос. Немножко не по теме, хочу спросить, вы ежегодно меняете расположение грядок для томатов или сажаете на одном месте? Слышала разные мнения. Но я написала, что у меня нет возможности менять место, как вы понимаете. У меня если 6 соток, и я там выращиваю 2000 томатов, их никак не поменяешь, на чужой огород не перейдешь. И если томаты на томаты менять, ну как, нет, я высаживаю всегда на одном и том же месте, и на протяжении многих-многих лет, более 10 лет это точно, и сколько существует теплицы у меня, столько я высаживаю всегда на одном и том же месте. Я знаю, что должен быть и севооборот, и все на свете, но у меня нет возможности, у меня маленький участок, мне менять не на что. Вот Светлана Трошина пишет, ой, Ольга, не говорите, чтобы браковку кому-нибудь отдадите, злые языки, это не пропустят, спасибо за учебу. Но я отдаю вот эти вот растения, которые маленькие, у нас просто есть в деревне родственники, у которых вообще нет условий. Один раз у них какие-то коты перевернули, потом было много лет маленькие дети, у них вообще никаких нет. Они когда приезжают, как раз эта выбраковка подрастает до такого состояния, что они очень уже хорошие, спрашивают, будете брать? Будем, забирайте. И также питунью я что-то себе распикирую, что остается, все отправляю в деревню. Так что пусть говорят, что хотят, но вот иногда бывает такая выбраковка, которую взял бы любой человек, да не дают. Так, пишет Светлана Алалиева. Скажите, пользовались препаратом Атлет? Мне очень интересно, что она пишет в комментарии к этому видео, когда, если вытягивается рассада, что делать, когда я как раз про Атлеты, про свои отношения к нему говорила. Светлана, я вам советую, просто досмотрите до конца видеоролик, вы все поймете. Еще раз отвечать, то же самое рассказывать, конечно, нет ни времени, ни желания. Так, вот про подписывание сорта. Тут все свои методы предлагают. Если кто-то, у кого-то есть проблема с подписыванием, можете прочитать комментарии, вам насоветуют, очень-очень много, будете благодарны. Вот пишет Анна Астахова. А я по схеме посеяла количество семян, некоторые не взошли. В схеме у меня данного сорта должно быть 8 штук, а у меня взошло 6. И как в этом случае, быть схему менять? Ну, я думаю, что быть очень просто. Там, где 8 штук, вы 6 штук садите по схеме, а 2 просто добавляете, пишете замена, вот и все. У меня всегда так бывает. Но обычно я уже рисую схемы, когда у меня уже готовая рассада. И я когда прикину, вижу сколько штук, тогда уже рисую эту схему. А, конечно, нарисовав зимой, бывает, один сорт вообще выпадет. И не знаешь, что делать. Ну, меняю просто на другие, и все. Так, Светлана Новичок пишет, очень понравилась ваша идея. Вот подоконники заставлены. Это про стеллаж. Пишет, какая минимальная температура, допустимо, для рассады. Она хочет стеллаж поставить не дома, а на веранде где-то. Да, на веранде. Там прохладнее. Ну, вот смотрите, если рассада уже такая, я в прошлом году показывала, что когда у меня стоит в теплице, вот в придомовой, кажется, что холодно 10 градусов. Для взросленькой рассады это подойдет. Ну, конечно, маленькую так мучить не надо. Но все равно везде называют 10-12 градусов. Это критическая температура, ниже которой лучше не опускать температуру. Там уже и у них идет в ущерб. Как вы же видели, они начинают делаться фиолетовые листья, грунт холодный, фосфор не усваивается. Все это у них уже сразу меняется в их жизни, что-то там они начинают развиваться не так, как нам нужно. Но вообще они не очень боятся холода. Иногда на таком, я, конечно, никому не советую, но иногда на таком холоде у меня бывает, стоит, что думаешь, как же они бедненькие выживают. Вот те, кому не достается места в теплице, оставляем на улице, просто пленкой прикрываем в холодный период. Ну, выживают и там. Ну, это, конечно, так рисковать можно только тогда, когда у вас есть чем их заменить. Так. Дальше. Высаживаю, Лена Медведева пишет, 50 сортов по 3-5 штук каждого сорта. И, ну, тут тоже как подписывать, она рекомендует. Кто хочет, прочитайте прозрачные обложки от тетради. Но мы эту тему уже прошли. Кому интересны разные-разные способы, чтобы не перепутать томаты, вы видео на эту тему посмотрите. Вообще я предлагаю, как вот смотрите, вы посмотрели, например, вчера видео, как не перепутать сорта. Вы меня послушали. Я вам советую через 2 дня вернуться к этому видео. Но вы видео можете не смотреть, а почитайте комментарии. И там в течение 2-3 дней, вот первые дни после видео, все, кто смотрит, они пишут свои советы, там свои рекомендации. И вы, может быть, с этих рекомендаций даже еще больше информации получите, чем с моих видео. У меня какая задача? Я поднимаю тему. Вот чем я сейчас занимаюсь, например, так вот я сейчас, как эти планы, все. Я тему подняла, а когда люди откликаются со всех регионов, разные-разные, кто высаживает мало, кто высаживает много, дают свои советы, вот это еще больший объем информации, чем могу дать я вам за эти 5-7 минут. Вот читайте, через 2-3 дня возвращайтесь к видео, читайте, вот кто новенький, новички, и вы такой кладезь информации найдете в этих комментариях. Вот Ирина Бойкова пишет, что про сорта один большой, другой только в открытый грунт будут садить. И, к моему сожалению, нет общего организованного ресурса или видео по сортам для посадки 2 в 1 лунку. Ну вообще, для посадки 2 в 1 лунку я и в прошлом году говорила, какие сорта подходят, и нынче буду говорить весной, и всегда, когда я что-то делаю, я обычно сорта называю, ну и кто уже 2 года, вот 2 года у меня канал, кто 2 года смотрит, я не знаю, все сорта, которые я по 2 в лунку сажу. Если честно, я сажу все сорта по 2 в лунку, я считаю, что почти все подходят, но только с одними будет проще, а с другими более сложно. И вот в теоретических видео зимой я говорила, какие сорта я не рекомендую высаживать по 2 в 1 лунку, а какие подходят идеально. Уже нынче, примерно месяц или 2 месяца назад все это было, я делала повторы. Так, вот спасибо за идею. Ну, тоже пишет Масяня. Я тоже в тетради черчу схему, пишу, где какой сорт, но так же, как я. Так, вот про HB101, все еще идут комментарии, вот девушке понравилась Лариса Олейник, что она проращивала в нем семена и почувствовала разницу, увидела. Елена Верткова пишет, тоже записываю на листочке в двух экземплярах. и так. Ну, вот это все еще про пух и перо идет, добавлять ли пух. Пишет Валентиновна. Валентиновна пишет, что Галину Кизиму слушала лет 10 назад, что вот про старые эти перья и пух, что закапывает. Ну, тут я вот этот способ могу назвать даже как-то экзотическим, наверное, каким-то, потому что не у всех есть пух и перо, и тут даже говорить нечего, что если вы занимаетесь просто, простым там огородничеством, совмещаетесь с работой, то, конечно, некогда будет всем этим заниматься. И еще проблема, где это все брать, не у всех же есть старые перины. Тут тоже вопрос. Как всегда, общество разделится на два лагеря. Кто-то будет за, у кого есть старые перины, девать некуда. И кто-то будет против, кто вообще не представляет, где можно взять эти перья. Так, это вот опять про маркеры, про подписывание. Вот Виктор, какой-то бондарь, написал, когда я про жуков и колорадских писала. Все эти вредные и тяжелые металлы вымываются в почту и там накапливаются. После вашей картошки вам придется работать на аптеку. Ну, я ему пишу, что и вам, Виктор, тоже желаю в мои годы такого здоровья и работоспособности, как у меня. Вижу, что вы очень добрый и четкий человек. Я не знаю, сколько ему лет, но я действительно желаю, чтобы он тоже к 60 годам имел такую же активность, такое же здоровье относительно, ну, такое, как сказать, жизнелюбие. Не знаю, через сколько лет я начну работать на аптеку. Пока что работаю на себя и на детей, на своих. Вот опять из жестяных баночек Валентина Шуматульская пишет, вот что я говорю, вот эти пивные из-под колы. Мне тоже нравятся эти из жестяных баночек, они многолетние. Так, вот вместо рыхления при обработке томатов опять Валентина про полив интересуется. Но я уже почти ответила, Оля, полив под самый корень или по середке томатов. Летом я их не сортирую. Корень, середка, я говорю, что поливаю сплошняком. Так, Елена Мочалова пишет, вот про обзор рассады. Вы такая труженица, слов нет, так щедро делитесь с нами. Как только снимать успеваете при таком количестве забот? Я вам открою большой секрет, что это видимость, что я так много снимаю, я так занята, там даже пишут, что как это можно столько придумать. Но вы понимаете, я вот вынесла их, эти лотки, я их установила в видеоролик 5 минут. Я раз прошлась по ним, обсмотрела все, 5 минут сняла, пошла домой дальше заниматься. Пошла пикировать, пикирую, включила камеру, 5 минут рассказала вам, что делаю дальше. Если это делается все по ходу работы, если это не специально выдуманное и не запланированное заранее, что вот надо приготовиться, написать текст, выучить, там пригласить видеооператора, у меня это все легко и непринужденно, просто потому, что я снимаю все, что делаю. Я во время работы весь свой процесс снимаю, поэтому кажется, что долго, много, что я занята. Поверьте, но у меня на это не уходит нисколько времени, у меня вот камера всегда лежит под руками. Сейчас пошла поливать, нашла пятно с плесенью, пойду присыпать залой и покажу вам, вот и все. И таких три сюжета снимешь в день, людям кажется, что я прям с утра до вечера снимаю и снимаю. 5 минут ролик, 7 минут. Петр Ваицешенко меня поправил, я же вчера говорила, все полнолуние, полнолуние, он говорит, сегодня новолуние. Но если честно, мне, знаете, мне вообще все равно, полнолуние, новолуние. Я это считаю вообще одинаковым, раз это запрещенные дни, это единственные запрещенные дни, когда я не работаю, я чего-то боюсь, чего не знаю. Наверное, во мне еще эти, как их называются, пережитки прошлого и суеверия коммунизм не искоренил. Ну, в смысле, когда мы боролись за коммунизм, наверное, не искоренили, не сделали такого полностью атеиста. Так, вот из фольгированных пакетиков чая Ирина Кривунец предлагает подписывать. Кому интересно, почитайте все эти. И вот опять Виктор Умнов. Удивляюсь, как Ольга придумывает тему, записывает и выкладывает по несколько видео в день. Я еще раз говорю, я ничего не придумываю. Я все, что делаю, я все записываю. И вот поэтому у меня их и много, что мне не нужно придумывать. Я не сижу и не фантазирую, что бы мне сегодня снять. Я вот что пошла делать, то и показываю. карандаш. Вот карандаш предлагают подписывать. Карандаш, кстати, вот этот грифельный или как он называет, графитовый, он очень хорошо, он не выгорает, не всего. Так, тоже запись ведет Галина Голикова в тетрадке. Очень много, кстати, про подписывание. Так, теперь буду делать только так. Ирина Бойнова спрашивает, странный вопрос. Оля, а вот почему вы не сняли видео по сортам, которые выращиваете в огороде? Как не снимала? В прошлом году все лето снимала, у каждого сорта, почти у каждого есть видеообзор, есть на ранних стадиях, есть на поздних, есть осенью. Все снято, не знаю. И вот я пишу почти про каждый сорт, есть видеообзор летний. В том году и рассада, видеообзор рассады, видеообзор спелых сортов. Все это было. Так. Вот пишет тоже Ирина Сорокина. Я уже давно высаживаю помидоры по ранее намеченному плану. Очень удобно, всем рекомендую. Вот кто начинающий, он поймет, когда поковыряется год с бирочками, с ниточками, с подвешенными там этикеточками, он поймет, что ничего, кроме плана сначала в мыслях, потом на бумаге, а потом в реальном огороде, ничего как проще и удобнее нет. Вот Елена Ошкина пишет, Оля, что мне в вас нравится, вы относитесь к нам, говорите всю правду без обмана, не то, что некоторые засыпят рассаду, говорят, что она у них не вытягивается. Но мне кажется, рассада вытягивается почти у всех и смысла скрывать это нет. Но мы же все одинаковые, у нас нет сказочных условий. Я же тоже не... Я показывала, как Петруша Огородникова замерз. И замерзает, и вытягивается, и борюсь так же. Вот сегодня пошла, я уже говорю, какое-то пятно, плесень я опять в лотке нашла, вот сейчас пойду подсыпать золой. Ну а куда без этого? Если сказать, что все идеально и все растет прекрасно, это однозначно, значит, только на химикатах она, если она такая коренастая и не болеет, и совсем ничего. Проблемы есть у всех, даже у тех, кто... спросите у опытных огородников, и кто по 20, кто по 30 лет выращивает, может и черная ножка получиться, может все быть. Так что скрывать здесь смысла нет. Наши начинающие новички должны быть готовы к тому, что хоть сколько ты знаешь, все равно может какая-то неприятность получиться у нас в лотках. В этом году тоже на бумаге расписывала, где какой сорт, очень удобно, меньше мусора в огороде и мороки с метками. Елена Кочеткова пишет, да, согласна. Вот Вадим Олегович пишет, вчера пикировала, ну это конечно, наверное, женщина пишет, вчера пикировала перцы, утром на работу, вечером пришла, у рассада завели листья, очень переживая, подскажите, от чего это, из-за чего может быть, может немного перелила. Ну вообще, если перец, он более капризный, чем томат. Вот томат я замечала после пикировки, на нем даже не видно, что его пересадили. Он вот как стоит, так и стоит, особенно если вот с такими с грубыми сочными листьями, сорта вообще не забетишь. А перцы по-другому, они могут и подвязь немножко листья. У меня, я потом вам покажу, вот от этого стресса, от пересадки, даже семидольки они сбросили, у перца есть такая черта, вредная, что ему что-то не так, он хоп, начинает листья сбрасывать. Он может вот при малых травмах сбросить семидоли, вот как я пикировала, я не сильно же его там, не совсем же издевалась над ним. Он сбросил семидоли. А когда пересаживаешь цветущую рассаду, вот цветущую, завязью, в открытый грунт, ну или на постоянное место, если что-то не так, ему повредишь, он может даже сбросить цветы. Мы это все знаем. Это капризник еще тот. Хоть его выращивать рассаду легко, он такой, ну, он и не вытягивается, ничего, но вот во время стрессов он может немного капризнуть или сбросить лист, или даже, так же, прожелтеют семидоли. Я вам потом покажу, у меня сбросил семидоли вообще. Но я про семидоли не расстраиваюсь. И если у вас подвяли листья, на следующий день это не показатель. Нужно подождать 2-3 дня, обычно он выправляется, если что, ну, можно стимулятором, каким-то эпином, немножко легкие опрыскивания сделать, чтобы помочь ему во время стресса. Так, на ли я? Никогда не русские, вот эти я не могу прочитать. Оля, спасибо, пробовала в прошлом году по вашему методу, получила огромный урожай. Это, наверное, про 2 томата в 1 лунку. Маркирую семена в тетради и на маркере отмечаю в цифры. Ну, пишет опять Елена Лутыш, вопрос, который задается очень часто. Не перепыляются ли вот так сорта желтый с красным, не даст ли на следующий год загадку природы? Нет, загадку природы он не даст. Томаты не переопыляются. Линейные сорта томатов, они не переопыляются, если их специально не ходить, с кисточкой, с одного на другое, вот эту вот пыльцу не переносить. Именно так вот выводят новые сорта, делают гибриды какие-то. Я этим никогда не занимаюсь, даже не вдаюсь в подробности. Я знаю, что сколько бы лет вы не выращивали, например, бычье сердце у некоторых, еще семена от бабушки ведутся, вот эти линейные сорта томатов, они не способны переопыляться без нашей помощи. Так, вот, ей уже отвечают, томаты не переопыляются, в том числе из-за особенности строения цветка. Да, они сразу вот с этого, куда-то там с пыльника, на рыльце падают, и все, они больше никуда не могут попасть. Вот что я говорила, вручную опыляют. Но если такой винегрет творится, ей пишут, надо обновить семенной фонд, подозрительно, и выращивать отдельно. Но новый сорт, наверное, вывелся. Маргарита Соколова пишет, как они уже в теплице, вы ее топите? Нет, я ее не топлю, я уже несколько раз говорила, выношу в теплицу, только если день солнечный, если погода теплая, там нагревается. Вот они у меня три дня, например, стоят дома, раз, только солнечный день, жаркий, там моментально поднимается, 20 с лишним, 30, я выношу лотки для того, чтобы прожглась вот эта, обеззаразилась земля, чтобы вот этот вот фотосинтез начался у них, хролофил, после дня стояния на солнце, их заносишь, они темно-зеленые такие, мне кажется, они даже радуются, они сразу видоизменяются, у них все сразу такое хорошее настроение, они прям, даже маленькие вот эти худыши-малыши, они приободряются, встают, те, которые, бывает, ну, в сторону в одну полегают, они все вот ровненько, солдатиками, и я этим приемом пользуюсь уже много лет, кратковременные хотя бы вот солнечные ванны, они сильно оказывают такое влияние на здоровье рассады, рассада не тянется на солнечном свете, вы знаете, что когда она стоит вот на прямом солнце, ни на окне, ни где-то, она очень хорошо приходит в себя, я ее, конечно, не топлю, какой смысл сейчас в марте топить, когда на улице холодно, вокруг еще сугробы, как вы видите, но просто в теплице создается микроклимат идеальный для рассады, и грех ее не побаловать, не вынести туда. Вот пишет Таня Березовская, что в этом году буду тоже пробовать стать бюрократом, то есть записывать все на бумажки. Все, я на этом месте закончу. А вот пишут в рассаде толстоногий или тонконогий монгольский карлик. Монгольский карлик не толстоногий, обыкновенный, Наталья Сапрюкина спрашивает. И последний вопрос, вот Татьяна Гамзаева спрашивает, живу в Красноярске, в открытый грунт садить после 15 июня, именно на этом закончу, потому что это очень такой вопрос, интересует всех. Хочу посадить крупноплодные сорта, мне тоже сеять 10 марта. Когда я озвучила, что буду сеять 10 марта, я сейчас вот про вас именно, про тех, которые 15 июня высаживают. Вот смотрите, вам этот срок, если ничего не делать дополнительно, он не очень подходит. Мы считаем, если вы 15 июня высаживаете, после 15 июня, это вторая половина июня, это позже всех еще, считаем почти на полмесяца, вот считайте, 15 июня, 15 мая, 30, ой, не могу даже сопротивляться. Ну, короче, смотрите, я вам написала, что если вы в этот срок, как я рекомендовала, 10-15 марта посадите, 20-го они у вас зайдут, то в мае, к концу мая, вот 20-25 рассада будет уже готово. Но если вы высаживаете аж после 15 июня, то у вас два варианта. Я вот пишу, если не хотите доращивать взрослую рассаду, еще как до более взрослого состояния, то вам нужно сместить и высевать позже, то есть в конце марта, не в средине, как мы, а в конце марта, 25-го, даже 30-го. Но вы должны знать, что чем позже посев, чем дальше вы отодвигаете к лету посев, тем позже вы получите спелые плоды. Ну тут я опишу, что это ваш выбор, тут делают все по-разному. Или сеют вместе со всеми, например, 15-го марта, но тогда у вас рассада будет чуть взрослее, не 60, а 65, и возможно 70 дней. Есть ли у вас время за ней ухаживать? Есть ли у вас условия, чтобы ее где-то содержать, вот в таком взрослом, большом состоянии? И возможно у вас нужно делать так, что какую-то небольшую партию посадить вместе со всеми, вот сейчас 15-го марта, и эти 10-20 кустов потом еще сделать одну перевалку, чтобы высадить в более взрослом состоянии. Потому что, как я понимаю, если вы посадите в конце марта и высадите после 15-го июня, то ждать очень долго, крупноплодные. Вы представьте, у них какой срок созревания, там срок ожидания 120, что ли, июль, август, сентябрь, что получается, что не знаю я. Тут вам надо крепко подумать, нужны ли вам эти хлопоты. Если не нужны, высеваете в конце марта. Поздно-поздно. Потому что вы 15-го июня только высаживаете, после 15-го. Если хотите получить раньше урожай, то высеваете пораньше, но хлопотать придется. Я еще раз, наверное, всем уже надоела моя фраза, что все это индивидуально. И вот вы спрашиваете, мне тоже сеять 10-го марта? Ведь это зависит от вас. Будете ли вы немножко, может быть, пленочкой прикрывать, может быть, вы раньше повысадите, раньше 15-го июня, уже раз будет взрослая рассада, будете накрывать на ночь пленкой. Это тоже выход, чтобы получить чуть более ранний урожай. Или, может быть, для вас вообще не имеет значения, когда вы получите спелые плоды. Некоторые вообще снимают зелеными, дозаривают потом дома и не видят в этом никаких проблем. Это ведь все зависит от наших пожеланий, от наших, как возможностей хлопотать, от нашего свободного времени. Несколько мы посвятим этой рассаде время и вообще для получения урожая. Насколько готовы мы пожертвовать своим временем. Все, я с вами прощаюсь. Была Ольга Чернова с наилучшими пожеланиями. И я вот каждый раз выхожу вот на эту, на беседу, ответы и вопросы, и каждый раз говорю, что это все индивидуально. И вот как вы задаете такой вопрос, например, вот мне тоже сеять 10 марта, а я откуда знаю? Что вы хотите получить от своих посевов? Вот вы только что слышали. Может быть, вам не нужен ранний урожай, тогда вообще можете сеять и в начале апреля, чтобы высадить. Это все индивидуально. И для того, чтобы, например, узнать точно, когда вам сеять, вам, конечно, нужно испытать самим. Какую-то партию посейте, например, 15 марта, и вы посмотрите, ну, хватит ли у вас терпения с ними потом возиться со взрослыми, а остальные посейте, например, 30 марта, вот так вот. И это будет такой небольшой компромисс, когда вы и этот срок посева понаблюдаете, и этот срок посева. Может быть, вы на будущий год вообще еще раньше посеете, вам так понравится, что у вас раньше всех поспели помидоры в огороде, и вы скажете, да я готов вообще и перевалку делать дополнительную, и пленками закрывать, чтобы вот этот кайф почувствовать, когда еще ни у кого ничего нет, а я ем эти вкусные, спелые помидоры. Это же все зависит от человека. Вот, Таня, вам получился ответ такой большой, просторный, но я говорю это для всех, не только для Татьяны Гамзаевой. Для тех, кто не знает, когда посеете, вы сядьте и подумайте, на что вы готовы, и что вы хотите получить от этого посева. Все. Заранее всех поздравляю с 8 марта, девочек, и не только девочек, всех, это общий праздник, все ему радуются, потому что это не столько праздник женский, сколько праздник весны. Все. Желаю всем успехов в огороде, счастья в личной жизни. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!